На несколько дней старинный город АллатРь стал местом паломничества делегации православной молодежи. Поездка организована Федеральным агентством Россотрудничества, которое реализует государственную политику международного гуманитарного сотрудничества. Это совместный проект приходов православных храмов иностранных государств. До этого юноши и девушки уже побывали в Москве, Владимире, Нижнем Новгороде. В составе делегации преподаватели учебных заведений, воскресных школ, представители синодальных отделов, епархий, специалисты других областей. Молодые люди из стран СНГ, ближнего зарубежья, Сирии, Турции и Туниса, которые исповедуют православие, познакомились с работой приходов Русской православной церкви. Делегатов Руссотрудничества интересовала практика организации помощи детям-инвалидам, малообеспеченным, бестомным людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. В АллатРе молодые люди познакомились с работой отделения социальной адаптации музыкальной школы, которая помогает детям-инвалидам общаться и развиваться. Мы веселые мадрюшки, ладушки, ладушки. Посещая этот центр, это очень такой необычный, восхитительный опыт. Работа с такими детьми – это большой труд, это большое благословение, очень благородное дело, которое здесь осуществляется очень профессионально и заодно облегчается болезнь с детьми. Рады видеть такое замечательное здание, такой труд вложен сюда, столько сил, внимания и любви чувствуется в этих стенах. Благодарим, конечно, что нас пригласили посетить этих детей. Очень хорошая работа проводится с ними, любовь чувствуется в каждом ребенке. Участники проекта посетили Киево-Николаевский женский монастырь, Свято-Троицкий мужской монастырь, основанный в 1566 году по указу царя Ивана Грозного. Многие даже не подозревали о существовании этого старинного города, тем приятнее были их впечатления. Дружелюбность особенно встретилась в лицах людей, какой-то размеренный, спокойный лад жизни, улыбка на лицах. Также меня удивило количество православного населения и удивило количество церквей на такой малой территории. Больше узнать о православных традициях, культурных обычаях, перенять практики социального служения, и благородная миссия, которую с удовольствием выполнили зарубежные гости. Они уверены, что в будущем смогут использовать полученный опыт у себя на родине. Татьяна Молокова, Республика.